В эфире новости в студии Игорь Липский. Здравствуйте. Говорим о главном к этому часу. В Владимирском жилом комплексе Ладога произошел пожар в двухквартирном доме. К приезду сотрудников МЧС пламя перекинулось на пристроенную к зданию веранду. Среди жильцов никто не пострадал. Сгорела веранда, отделка квартиры и вещи, которые находились внутри. Спасатели ликвидировали возгорание на общей площади 150 квадратных метров. На месте работали 7 спецмашин и 28 пожарных. Дознаватели МЧС выясняют все обстоятельства ЧП. В столице региона 51-летний мужчина сбежал из патрульной машины, а позже нанес телесные повреждения одному из сотрудников ДПС. При службе регионального управления МВД сообщают, на улице Подгорной сотрудники полиции оформляли ДТП без пострадавших. Один из водителей вызвал подозрение, ему предложили пройти тест на алкоголь. Мужчина согласился, но в момент составления протокола попытался сбежать и даже ударил одного из полицейских. Нарушителя задержали и составили два протокола. Поведение автомобилиста по отношению к полицейскому оценят и следственные органы. Не исключено возбуждение уголовного дела. Во Владимире прошел второй областной турнир по рукопашному бою. Его посвятили памяти героев земли Владимирской гвардии капитану Алексею Курганову и подполковнику полиции Росгвардии Илье Пяткину. Они погибли при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции. Соревнование поддержала партия ЛДПР и лично ее председатель Леонид Слуцкий. Подробности расскажем прямо сейчас. Спортсмены выходят на татами. Это представители 33 региона, а также Ивановской, Костромской, Московской и Нижегородской областей. Всего более 300 юношей и девушек от 12 до 17 лет. Рукопашный бой изначально создавался для сотрудников силовых структур. Позже это боевое искусство было признано одним из видов спорта. В его основе ударная и борцовская подготовка и целый ряд спецприемов. Организаторы областного турнира уверены, главная задача тренеров – воспитать патриотов России. В первую очередь, как для тренера команды, как для педагога, в первую очередь, нужно воспитать личность, которая вырастет патриотом, честным, порядочным, будет любить свою родину, чтобы смог с достоинством представить себя как личность, вид спорта и помочь в дальнейшем своей стране. В синем шлеме Платон Звалинский. Он представляет город воинской славы Ковров. Несколько ударов и болевой прием у противника не остается шансов на победу. Платону 12 лет. Он говорит, что победа никогда не дается легко. За каждым успехом сотни часов тренировок и упорная борьба с противником. Рядом с Платоном всегда его отец Дмитрий. Он уверен, родители должны всегда поддерживать увлечение своих детей. А рукопашный бой обязательно пригодится любому мужчине. Спортом в любом случае, любым должен заниматься каждый ребенок. Единоборствами, я думаю, мужчина в любом случае может хотя бы попробовать себя в этом. И какие-то навыки хотя бы минимальные в этом тоже иметь. Этот турнир особенно. Он посвящен памяти бойцов, которые погибли, выполняя свой долг в зоне СВО. Гвардии капитана Алексея Курганова и росгвардейца подполковника полиции Ильи Пяткина. Посмертные герои были удостоены высокой награды медалью за отвагу. Илья Пяткин был одним из первых владимирских спортсменов, получивших звание мастер спорта России по рукопашному бою. Веселый, жизнерадостный человек. Он любил людей, любил свою семью, любил своих друзей. Поэтому он для нас останется именно таким в нашей памяти. Главным спонсором соревнований выступила партия ЛДПР и лично ее председатель Леонид Слуцкий. Вице-спикер областного парламента Сергей Корнишов отметил, все земляки и участники соревнований гордятся подвигом владимирских бойцов. Это очень важно, на сегодняшний день актуально. Это военно-патриотическое воспитание молодежи. Поэтому выражаем славу и благодарности и организаторам, непосредственно Леониду Эдуардовичу Слуцкому, который помог организовать сегодняшние соревнования. Победителей призеров наградили медалями, грамотами и памятными призами. Организаторы надеются, что уже в следующем году соревнования получат статус всероссийских. Игорь Липский и Евгений Адамов. Сегодня во Владимире прошли учения. По легенде, на нефтебазе в Юревце произошла разгерметизация одного из резервуаров объемом 400 кубов. В результате ЧП разлилось дизельное топливо. В какой-то момент оно загорелось. Горит объект Юревец, ноябрьская, 139А. 17-й резервуар. На объект срочно выехали все подразделения города Владимира. Для ликвидации чрезвычайной ситуации было задействовано 10 спецмашин. В учениях приняли участие 30 сотрудников МЧС. В кратчайшие сроки им удалось принять меры по спасению сотрудников нефтебазы и потушить загоревшееся диз топливо. Сложность это интенсивное горение, температура высокая, работа доволен. Выполнение боевой задачи мое отделение и мое подразделение выполнило. Есть нюансы, которые в процессе будут отрабатываться в плане профессиональной подготовки дополнительно. Но, естественно, любые учения, это учение, ошибаться на них, так сказать, не зазорно. Продолжаем выпуск. Врачи урологического отделения Муромской районы больницы проводят высокотехнологичные операции по лечению мочекаменной болезни. В начале года медучреждение приобрело современный лазерный аппарат для дробления камней в почках. С его помощью вмешательство в организм пациента во время операции сведено к минимуму. Подробности далее. Как вы чувствуете? Значительно лучше. Даже, можно сказать, хорошо. Елена Сапунова восстанавливается после серьезной операции полмесяца назад. Она неожиданно почувствовала сильную боль. После обследования стало понятно, у нее мочекаменная болезнь. Елена сама врач, но о камнях в почках не подозревала. Другой диагноз себе поставил, побежал к другому доктору. После узи выяснилось. Для меня это было очень удивлено. В течение недели Елене провели обследование, сняли болевой синдром, а затем сделали высокотехнологичную операцию. Удаление камней происходит малоинвазимным способом. Через небольшой разрез в поясничной области врач проникает в почку и дробит камень. После этого кусочки камня и песок вымывают из почки. Вот они, эти камни, все, можно дробить. Высокотехнологичную операцию выполняет врач-уролог с 20-летним стажем Денис Курников. Он рассказал, манипуляции по дроблению почечных камней в Муромской больнице делают уже 8 лет. Но в этом году возможности врачей расширились. Для отделения приобрели современный лазерный аппарат. С его помощью вмешательство в организм пациента стало еще менее травматичным. Это уже более тонкий доступ. То есть, если у нас был доступ сантиметровый, сейчас, ну, разрез сантиметровый, теперь мы планируем делать полсантиметра. Здесь меньше осложнений, здесь меньше риск осложнений после операции, когда менее прикутанный идет доступ. Эта операция показана при камнях лоханки и камнях почек больше 2 сантиметров, с высокой плотностью камней. При корловидном нефролитязе показано, когда, ну, сложные камни почек уже. Специалисты отмечают, после такой операции человек быстро восстанавливается и уже на второй день может ходить. Это подтверждают и пациенты. Сама операция, конечно, фантастичная. В силу того, что можно было видеть, что происходит на экране, на мониторе, ну, и в силу того, что я в сроке врача немного разбираюсь, я прислушивалась. Камушек мне подарили, показали, камушек приличный. И, конечно, в нашем, то, что у нас есть в городе такой, ну, можно сказать, даже центр, во-первых, доктор и такие операции, хотя он уже давно их делает, это супер. Отделение урологии рассчитано на 27 больных. Здесь лечат людей разного возраста. После операции таким больным необходим особый уход. На Эли Хахина работает медсестрой уже 30 лет. Она говорит, работа сложная, но благодарная. Общение с больными, вообще общение с людьми, помогать, то, что приятно, когда хорошие отзывы. Ну, в общем-то, как-то не покаялась пока за это время, то, что вот закончила, имею эту профессию и работаю в больнице. Как бы не было, никогда ни разу не было мысли уйти из медицины. В Муромской ЦРБ каждый год делают около 100 операций пациентам с мочекаменной болезнью. Жителям нашего региона такая помощь доступна бесплатно по полицу ОМС. Ирина Начарова, Татьяна Гордеева и Дмитрий Шаталов. И к другим темам в поселке Добрятино Гусь-Хрустального района продолжается строительство нового пищеблока для местной школы. Уже завершены работы по устройству котлована под основание будущего здания. Сейчас идет установка фундамента. Проектом учтены все требования и нормы к современной школьной столовой, как строительной, так и санитарной. В администрации района заверяют, в будущем пищеблок оснастят необходимым оборудованием и мебелью, а также благоустроят территорию рядом со столовой. На данный момент выполнены работы по возведению фундамента. Следующие работы предполагаются по внутренней работе фундамента, бетонных колонн и внутренних полов цокольного этажа. И к другим новостям в Центральном парке культуры во Владимире подвели итоги конкурса на лучший скворечник. Акция «Весенний перезвон» столицы региона проходит уже четвертый год. На этот раз более 160 работ представили воспитанники детских садов и школьники, а также владимирские семьи. Каким видят участники акции «Идеальный дом для пернатых» узнала моя коллега Марина Елькина. Сейчас птицы возвращаются в родные края, поэтому доступное жилье для них как нельзя кстати. В качестве нового дома пернатые могут выбрать как традиционные скворечники, так и настоящий сказочный замок. Конкурс самых креативных домиков проходил в нескольких номинациях, но работы были настолько разные, что организаторам пришлось ввести специальные премии. Среди победителей в номинации «Сказочная изба» – семья Соклаковых. Взготавливали мы скворечник из древесины, из сосны, обжигали, укладывали сеном, соломой, чтобы птичкам было тепло, дам ели. Птички здесь, идут здесь, а здесь они можно сыпать, а это домик, а это дверь. На творческий конкурс нельзя было представить скворечники, купленные в магазине. Также не приветствовались копии. Поэтому, когда члены жюри обнаружили два одинаковых домика, работы хотели снять с конкурса. Но выяснилось, оба варианта сделал один папа – Павел Шканов. Скворечник я наделал в районе дня два, наверное, делал. А потом, когда мне еще дали второе задание, я узнал, что надо и второму ребенку сделать такой же скворечник. Тут уже пошло все быстрее. Я в течение дня уже по отлаженной схеме все быстренько сделал. Потому что время поджимало, как обычно, все начинается. Папа, мне нужен тоже такой же скворечник, и его нужно сдать завтра. Среди конкурсных скворечников есть подделки не для улицы. Такие домики разместят в арт, пространстве и учреждении культуры. Остальные украсят Добросельский и Загородный парки. Новые домики для птиц уже начали устанавливать и в Центральном парке культуры. Специалисты говорят, это излюбленное место дроздов, скворцов и овсянок. Если вы летом придете, вы увидите, что птиц, благодаря этим скворечникам, появляются у нас в парке больше. Гостей порадовали концертной программой и веселыми конкурсами на птичью тематику. Провели торжественное награждение участников. Всем вручили памятные дипломы и сладкие призы. А для победителей конкурса подготовили сертификаты на бесплатные посещения некоторых локаций Центрального парка культуры. Марина Елькина и Андрей Беляков. На этом у меня все. Спасибо, что были с нами. Давайте делать новости вместе. Если у вас есть интересная история или нужна помощь, звоните нам в редакцию по телефону 32-62-33. Я с вами прощаюсь. Не пропустите вечерний итоговый выпуск новостей, который выйдет в эфир ровно в 19.00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова